привет друзья подписчики моего канала просто зрители друзья это у меня рыба которую вы можете купить магазинах это мне привезли с низовиев рыба очень хорошая красная но она мытая и так и мытая рыба на сиемушку не годится она у вас протухнет сиемушка пока будет стоять банках как же сделать что можно сделать из мытой рыбы малосольного чтобы это все дело хранилось да есть вариант не очень хороший и рыба офигенно малосольная и офигенно вкусно и еще один плюс этого способа это все будет гораздо быстрее си мусимушку банка солен там минимум месяц то это будет готова уже дня через три-четыре теперь давайте разделаем рыбу для засолки так это будет малосольный лосось в масле на засолку так как рыба мытая это грубая ошибка и и делают на производстве за этого никак вот видите то что рыба помыта и заморожена видите она такая как рыхлая такая фактура у нее сейчас покажу вам кусок не разделал вот кусок рыбы немытой как на работу лучше видно видите в чем разница никогда не мойте руку перед заморозкой это ошибка она производства там там выхода нет но это для себя дело вот вам наглядный пример мясо мягкая после разморозки ведь потому что ее помыли срезаем хребты простой но эффективный способ сделать вкусную малосольную рыбку и сохранить при все эти пленочки сейчас подчищаем убираем и здесь нам нужно друзья убрать ребряные кости но это сделать не проблема просто приподнимите их ножом так ребра срезаем вот эту тёшу тоже убираем тоненькую за малосольное и отдельно и сидим а вот это уже пойдет на дело вот один кусок но и состав на дело то же самое судьба думаю понятно ничего сложного все легко и просто сейчас подготовлю рыбу и продолжим все друзья рыба сделана на филе оставлю ее пускай часик полежит оставит так друзья смотрите рыба оттаяла и вот види сколько с нее воды теперь наша задача вытянуть из нее воду ведь мокрая нельзя мыт рыбу нельзя ладно выход есть сейчас я вам покажу берем рыбу укладываем на противень какую-нибудь емкость он все повырезали все убираем рыбу сторону делаем засолочную смесь засолочной смеси нам понадобится так друзья это осталось предыдущего ролика чуть-чуть соли с сахаром берем классический вариант для меня это вот идеальный стакан соли крупной так и стакан сахар я беру коричневый возьмите любой другой не покрыть владеть обыкновенный рафинат не страшно и сложнее не сахара столь но коричневый сахар он вкуснее с красной рыбой он очень вкусный вкус придаёт интереснее тут важнее соль правильная соль всегда берите не этого производителя любого но что была столь крупная и без добавок что было написано вот это очень хорошо все засолочная смесь готова у нас смешиваем все это дело смотрите что делать просто высыпаю вот эту рыбу засолочной смесью так как жидкости много здесь из нее мы сейчас будем ее из нее от нее избавляться исправлять эту ситуацию все друзья но и сверху я здесь положу выложу тоже брюшки очень вкусная тёша у них у лососи присыпаем их тоже так же с нашей смесью и сейчас важный момент нам нужно что-нибудь подложить под край противень и все оставая смесь засыпаем банку стоит до следующего раза ничего не не случится все будет отлично шкурку под низ противень я ничего не под не подвал не подсаливал не подсыпал ничего не нужно она сама час пропитается до шкуры все будет нормально с рыбой все как перестянет перестанет стекать вся с не жижа значит рыба просолилась соль перестанет вытянет всю влагу и рыбка будет у нас отличная ориентировочно друзья это минимум пять часов максимум 8 часов 8 чтобы тоже все даже многовато я салю в среднем 5-6 часов но я буду смотреть по состоянию сколько будет выходить воды с первая партия воды выйдет я вам покажу сколько вышло сольем и так далее пока не перестанет выходить полностью к вечеру продолжим это будет быстрый засол с улицами 5-6 часов и рыба вас идеально будет по соли все думаю тут все пока понятно обратите внимание рыба на этом этапе такая рыхлая имя осмотре что будет мне через 6 часов совсем другая друзья смотрите прошло пару часов его столько жидкости снятая вышел с рыбы вышла сейчас нужно ее все слить и подождать пока против вытекет еще больше так друзья у меня уже вечер вот 2 миска вот такая вот жидкости с нее стекла это вся вода которая рыба впитала во время заморозки не смотрите что получилось с рыбой и что мы с ней делаем дальше во первых ведь какая стала плотная была помнить мягко рыхлая все это дело мы поправили вот она сейчас просто отличная стала плотная 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 прям видно что совсем другое дело теперь берем ложку и опять же не моем а просто вот ложкой счищаем и вот эту вот соль сахар что нельзя засолочную смесь короче которая у нас не впиталась тщательно счищаем потом берем каждую рыбину обтираем сухой тряпкой и вывешивай на балл на день у меня с вечером ночь провисит и завтра день еще провисит вы чего там друзья все так друзья рыба после об суши просто на кусок ткани шкурой вниз чтобы она у меня обсохла видите влаги абсолютно никакой нету рыба круга и плотная такая прям как вот резиновый мяч как исходное сырье было как размазня напитанная водой сейчас мы воду отсюда вытянули рыба обсохла никакой корочки абсолютно закала нету если вы помоете ее верят из того что появится корка закалывать рыба покрывается по корочкой сверху очень высоко это из воды происходит сверху высыхает а внутри жидкость и рыба протухает вот вот идеальная рыба для дальнейшей обработки для хранения качество рыбы смотрите вот обсушенная намечательная рыба сделайте все правильно и вас будет уже самое вот который вы сейчас можно заложить на хранение то что мы собственно и сделаем а можно еще немножко ее подвяли и в коптилку да даже можно не подвяли прямо сейчас коптилку подкоптить ее 12 8 12 стоп вкуснятина офигенная вы можно просто подвялить еще сутки двое и вяленую есть тоже очень вкусная но мы приходим к закладке и и на длительное клонение пошли на кухню я все переходим способу сохранения этой рыбы нужны небольшие контейнеры баночки почему небольшие если взять допустим литровый вы за раз его не съедите быстро а после того как вы ее откроете она неделю-две просто из холодильники и все надо если вы сделали запаковали ее и пока не откройте на стоит очень долго но тогда откройте надо ее быстро будет скушать учитывать это при распасовке вот нас на семью там уж за раз за два съели вы и все продолжаем делаем небольшой надрез также как с обыкновенного филе снимаем кожу так снимаем и с такой рыбы шкурку подрезали чуть-чуть и просто тянем за кожу вот можно сделать чтобы удобнее было дырочку в коже чтобы палец засунуть вам просто до удобства и нож держим на месте а тянем непосредственно кожу нож держим под углом 45 градусов доске вот скоро снята также берем рыбу так шкурки выкидываем укладываем рыбу вот так и вот на такие кусочки нарезаем друзья смотрите на это как вам про вкусе он очень много за это так очень вкусно 1 дала предыдущем видео писала да как вы можете есть эту титул гурбушу надо есенгу которая выращена в сотках неизвестно где там в чили по печени ли зачем вскормленная вот дикий наш советский лосось качество нарезаем рыбку на вот такие пластики я думаю с нарезкой все понятно сейчас я нарежу и мы продолжим вот такая шикарная вещь и друзья по консистенции рыба плотная никакой жидкости в ней нету никаких пор как вначале нету все затянулось все сахар жилье чем теперь это важный момент если вы рыба будет мокрая нам при надавливании вас будет с нее течь вода она вас испортится на нибудь хранится берем баночки просто на дно баночь обязательно баночки немного растительного масла наште баночку все и начинаем укладывать рыбу просто своими вот первый слой уложили заливаем его масло и укладываем следующий слой в обратном порядке ну то есть спинка сначала сюда и вот поняли да брюшка суда потом переворачиваем и снова повторяем все тоже самое вот ряд уложили сильно не трамбуйте чтобы масло у нас просечилась могло просочиться между слоями рыбы никаких специй сюда не нужно портите замечательный продукт если захотите потом на бочий бродик положите там колечко луку чесночок то кому как больше нравится но в банку вот сюда ничего добавлять не все сильно плотно не укладываете чтобы нам нужно чтобы сейчас масло полностью закрыла рыбу сверху можно тряпочку вы рискать и дело предыдущем ролике вырезайте тряпочку сниматься жалко все видеть масло полностью покрывает нашу рыбу видно прям не с горкой ну по самый край теперь мы эту рыбу закрываю воздух сверху есть но он по через массу в рыбу не проникнет и рыба будет стоять очень хорошо и поверьте на от нас останет еще вкуснее она напитывается частично там то что в нем особо бежать нет она себя масло не возьмет побудете чтоб нам все просочилась массовый землю после щелки вот такая шикарная рыба и в холодильнике просто хранится год без проблем на верхней полке мы единственно шли способах вы открыли надо и сразу съедать ладно друзья на этом заканчиваю это видео всем кому было полезно интересно это видео поставьте пальцем вверх советую подписаться на канал не забудьте кто-то еще не подписался нажимать коходчик ничего не пропустите будет интересно что друзья всем спасибо